Приветики от Куликовой! Я хочу предложить вам интересный вариант украшения основы заколочки щелк-щелк. Это видео еще можно назвать из остатков узкой ленты. Поехали! Я буду оплетать заколку размером 6 сантиметров. Для удобства оклеим ее поверхность узким двухсторонним скотчем. Ширина до 5 миллиметров. Снимаем верхний слой и загибаем край на обратную сторону. Нам потребуется два отрезка ленты шириной до 5 миллиметров и длиной от 50 и больше. Находим центр отрезка и заводим ленту в середину заколки. Продеваем один край и фиксируем на скотч. Затем другой край и тоже фиксируем. Теперь добавляем второй цвет. Также находим середину ленты и продеваем в центр заколки. Вторая лента располагается под первой. И переплетаем края по уже известной нам схеме и прижимаем вместе соприкосновения со скотчем. И продолжаем плести своеобразную косичку, чередуя цвет. Фиксирую на скотч и главное не меняем последовательность переплетения. Сначала правый край, потом левый и так до конца. Либо наоборот, как вам удобнее. Можно добавить еще третий цвет или же плести заколку одним цветом. Все на ваш вкус. В конце плетения склеиваем ленту на пистолет и кончики ленты загибаем таким образом, чтобы они свисали в одном направлении. А края второй заколки у пары должны свисать в другую сторону. Ну и посмотрите мой вариант украшения такой заколочки. Бантик из ленты шириной 1 см. Нам потребуется 4 отрезка длиной 3,5 см. Сворачиваем каждый пополам и затем край складываем поперек. И склеиваем ленту с помощью температуры терморезки или с помощью пламени свечи. Делаем 4 таких лепестка. Склеиваем их по два, выравнивая по внешнему краю. И затем склеиваем обе детали в центре. Центр бантика закроем той же лентой. Завязываем узелок. Затягиваем, но не сильно. Приклеиваем узелок в центр. Заводим край на обратную сторону бантика. Фиксируем клеем и обрезаем лишнее. Далее нам потребуется фетровый кружок. Делаем прорезь по центру ближе к краю и вдеваем кружок в заколку. Лишнее обрезаем. Стараемся так приклеить бантик, чтобы его края соприкасались с фетром. Так декор будет надежнее зафиксирован. Ну и конечно же можно украсить такую заколочку цветочком из лепестков канзаши. Из квадрата ленты шириной 2,5 см делаем круглый лепесток канзаши. Сворачиваем в треугольник, затем совмещаем края в центре, складываем пополам, захватываем край пинцетом, обрезаем лишнее и склеиваем над свечой. Всего понадобится 6 лепестков. Склеиваем их в цветок, наносим клей с краю у основания лепестка. В центр приклеиваем декор. Я использую полимерный универсальный клей. Прижимаем и держим пару минут. Нужно, чтобы клей схватился с тканью. И уже по известной нам схеме приклеиваем цветочек к заколке. И вот такие вот заколочки у нас получились. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и если не хотите пропускать мои видео, нажимайте на колокольчик, так вы будете получать уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео уроке. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok